Сотрудники детского сада «Колокольчик» пришли на прививку от гриппа. Весь процесс вакцинации взрослых займет несколько дней. Персонал учреждения – 120 человек. В садик ходят около 500 дошколят. Им также поставят прививки. И если лет пять назад на взрослых и детей в год приходилось до 30 случаев заболевания гриппом, то в прошлом уже 12, и то в относительно легкой форме и без осложнений. Результат, конечно, очевидный, потому что каждым годом у нас, которые тяжело переносят именно сам по себе, болезнь сам по себе, таких все меньше и меньше. Потому что, понятно, болеют, все равно люди заболевают. Но проходят заболевания относительно легче, чем у людей, которые не привиты. В городе прививки получат все работники сферы образования. Около трех тысяч человек. Вакцинация началась 21 августа. Медики, как говорят сами, начали с себя. Привито 1700 врачей и медсестер, которые находятся на острие атаки. В городской больнице говорят, что готовы встречи с гриппом, и она неизбежна. Вакцина распространяется централизованно. Ее состав ежегодно обновляют в зависимости от того, какие штаммы вируса ожидают. Мы любой вакцинацией против вируса гриппа в целом, мы повышаем эффективность иммунной системы, ее реактивность. И любой вирус, даже не имеющий отношения к гриппу, попадая в организм, вирус, вызывающий респираторные заболевания, поправлю сам себя, вот любой вирус, попадающий в организм, он будет получать сразу отпор. Потому что организм готов, организм ждет. У организма есть ресурсы, которые возникли именно из-за вакцинации, именно из-за прививки от гриппа. Главный врач Анапа поясняет, что прививка ставится не столько от болезни, сколько от ее смертельно опасных последствий. В прошлом году все, кто поступил в стационар с осложнениями после гриппа, были не привиты. Для того, чтобы создать так называемую иммунную прослойку, необходимо охватить вакцинации минимум 40% населения. Особенно медики рекомендуют прививать детей. В этом году стоит задача увеличить охват. Вакцинация идет полным ходом. Прививки необходимо поставить до 15 ноября, чтобы организм успел выработать иммунитет.